Власть факта Северный век свистфальского мира 1648 года Мы живем во власти государства Оно решает, где нам жить и как нам жить Распоряжается нашими правами Оно решает, кому и когда объявлять войну И как ее вести Все это вместе называется суверенитет Но в 20 веке появились нормы, которые выше государственного суверенитета Они диктуют государству, как ему обращаться со своими гражданами Когда объявлять войну И можно ли ее объявлять вообще А если лидеры стран не следуют этим нормам Они рискуют угодить под суд Наша сегодняшняя программа о международном суде И международном праве Сегодня в программе Федор Мартенс Главный судья христианского мира И лорд-канцлер Европы Нюрнбергский процесс Месть победителей Или беспристрастное судебное разбирательство Как решался вопрос о выдаче Пиночета Испании Из истории экстрадиции 18 век был веком разума И одновременно веком гуманизма О том, что война неразумна Люди догадывались уже давно Как выразился великий князь Константин Павлович Война портит солдат Пачкает мундиры И разрушает строй Но потребовалась большая духовная работа Века просвещения Чтобы сказать, что война Не только неразумна, но и незаконна Первым это сказал Эммануил Кант 26 июня 1945 года В Сан-Франциско был подписан Устав ООН Организации, созданной для поддержания мира между народами В основу документа Легли мысли Эммануила Канта Изложенные им в трактате К вечному миру Работа немецкого философа Вышла в 1795 году Когда в Европе наконец Установилась хрупкое равновесие Которое, тем не менее Грозили нарушить новые войны По мнению Канта Наличие больших регулярных армий Само по себе является поводом для войны И поэтому они должны исчезнуть Всем странам Философ предлагал принять Республиканскую форму правления И жить по общим законам Свой трактат Кант написал в форме проекта Международного договора Со статьями и положениями Это была последняя работа Великого мыслителя Его завещание человечеству Но прежде чем принять мысли Канта Как руководство к действию Людям пришлось пройти Через все ужасы мировых войн 20 века Ирония судьбы в том Что когда Кант писал свой трактат Европа уже была в огне Революционных войн И стояла на пороге Наполеоновских войн Так кем же он был? Утопистом? Наподобие Томаса Мора И можно ли реализовать мечту Канта О всеобщем мире? Об этом говорим с нашими Сегодняшними гостями Это Олег Николаевич Хлистов Профессор дипломатической академии Вице-президент Российской ассоциации Международного права Добрый вечер Добрый вечер И профессор университета МГИМО Александр Григорьевич Воливодс Добрый вечер К вопросу о Канте Вспоминается Воланд Который говорил ему за завтраком Вы, профессор, воля ваша Что-то нескладное придумали Оно может и умно, но больно непонятно Так вот, вот эта вот идея Канта О всеобщем мире О запрещении войны Насколько она утопична? Олег Николаевич Она полностью утопична Потому что история человечества Это история войн С тех пор, как 3-4 тысячи лет тому назад Еще не больше Появились государства Их составной частью внешней политики Была война И вот современные международные права Основанные на уставе ООН Предусматривают, что государства Не должны использовать войну Как средство осуществления внешней политики Там, естественно, юридические формулировки Но, поскольку могут быть нарушения Этого запрета То международное право Оно определяет отношения между государствами Предусматривает, что в случае Вооруженного нападения на державу Она имеет право на самооборону Поэтому война допустима Но не для осуществления внешней политики А только в случае, если надо защищаться От совершенного на государство Вооруженного нападения А возвращаясь к идее Видите ли, история человечества Это, как мы сказали, история кровавая Войны Каждые пять лет война А если брать послевоенный период После Второй мировой войны То было около 90 вооруженных конфликтов Правда, из них только 25-30 Межгосударственных Остальные это внутренние вооруженные конфликты Которые происходят на территории В пределах государства Есть определенные требования Чтобы признать их внутренним вооруженным конфликтом И с этой точки зрения Международное право и Совет безопасности Занимаются тем, чтобы было меньше Согласно нормам международного права Полагается во время внутренних вооруженных конфликтов Применять правила ведения войны И не расстреливать, поставив к стенке захваченного повстанца А применять к нему нормальные процедуры То же самое и на международной арене Оно определяет и требует Чтобы государства соблюдали определенные правила поведения И это огромное достижение человечества Мне кажется, если право во многом пишется кровью То международное право написано было большой кровью И потребовались ужасы Второй мировой войны и Холокоста Для того, чтобы впервые в истории Лидеры государств сели на скамью подсудимых Это был так называемый суд истории Нюрнбергский процесс По предъявленным мне пунктам обвинения не признаю себя виновным Нет По предъявленному мне обвинению виновным себя не признаю Виновным себя не признаю Они не признали себя виновными ни в начале Нюрнбергского процесса Ни по его окончании Впрочем, материалы этого судебного разбирательства Заставили вздрогнуть даже их Альберт Шпеер написал в своих воспоминаниях Я никогда не забуду один фотодокумент Изображающий еврейскую семью, идущую на смерть Мужчина с женой и детьми на пути к смерти Он и сегодня стоит у меня перед глазами В Нюрнберге меня приговорили к 20 годам тюрьмы Наказание положило конец моему гражданскому существованию А та фотография лишила мою жизнь основы Она оказалась долговечнее приговора Почти год, начиная с 20 ноября 1945 года Длился этот процесс века Ежедневно мир узнавал о новых и новых преступлениях Верхушки Третьего Рейха Были зачитаны тысячи документов Представлены ужасающие вещественные доказательства Мыло из человеческих останков Выделанная для перчаток человеческая кожа Статуэтка из человеческой головы Которая во время войны веселила нацистских садистов Фотографии, кинохроника из лагерей смерти И показания пострадавших В результате Нюрнбергского процесса Виновные понесли наказание 12 смертных приговоров 3 пожизненных заключения Четверым обвиняемым дали от 10 до 20 лет лишения свободы Трибунал признал преступными организациями СС, СД, Гестапо и руководящий состав нацистской партии Это не было спланированной местью победителей Это был самый настоящий суд С внимательным рассмотрением дела С обвинителями и адвокатами Суд, который вынес в Нюрнберге Три оправдательных вердикта Суд, который не признал преступными организациями Нацистский кабинет министров Генеральный штаб и Верховное командование вермахта Таких беспристрастных судебных решений Советская сторона не ожидала Выступая на этом суде По первой народу Союза Советских Социалистических Республик Я считаю полностью доказанными все обвинения Предъявленные под судебным Во имя памяти миллионов невинных людей Загубленных бангой преступников Я презираю суд Вынести всем до заключения под судебным Высшую меру наказания Смертную казнь С ним согласился и английский обвинитель Выражая мнение правительства своей страны Он сказал Эти люди убили 12 миллионов человек За такое преступление Их можно было бы расстрелять без суда и следствия Но Нюрнбергского процесса могло и не быть Черчилль не раз заявлял Что нацистская верхушка должна быть казнена без суда На что Сталин однажды возразил Люди скажут, что Черчилль, Рузвельт и Сталин Просто отомстили своим политическим врагам Рузвельт, услышав, что советский лидер настаивает на суде В свою очередь потребовал, чтобы процесс Не носил слишком юридический характер За соблюдением внешних демократических судебных процедур В Нюрнберге следил Советский Союз Именно наша сторона в споре с англичанами и американцами Настояла, например, на том, чтобы дать обвиняемым Возможность сказать последнее слово Нюрнбергский процесс подвергали критике за отсутствие принципа презумпции невиновности За то, что судопроизводство велось от лица потерпевшей стороны И не предполагало нейтрального отношения И тем не менее, его значение трудно переоценить С Нюрнбергского процесса началась история международного уголовного права Он не только признал военную агрессию тягчайшим преступлением Но и создал прецедент подсудности высших государственных чинов Международному суду Так действительно здесь началась история международного уголовного права? Если сказать кратко, международное уголовное право Это поздно рожденный ребенок международного права в целом Одна из главных заслуг как раз Нюрнбергского трибунала Лиц, которые разрабатывали его устав Значение приговоров Нюрнбергского и за ним токийского трибунала Состоит в том, что на этих трибуналах впервые проявился принцип индивидуализации уголовной ответственности лиц за преступления Являющиеся тягчайшими нарушением общепризнанных принципов и норм международного права Как раз индивидуальная ответственность Еще и до Лепшинского процесса была попытка И первая попытка была, когда антинаполеоновская коалиция переговаривала между собой, что делать с Наполеоном И сослали его на острова Но не дошло до суда Вторая попытка, действительно здравая попытка учреждения международного Некого международного судебного присутствия или суда международного Была заявлена в Версальском мирном договоре И в ряде договоров, которые сопутствовали ему Но это были попытки, которые, знаете, в теории, можно сказать так Создают некую основу в развитии международного уголовного права И шаг за шагом пришли к тому, что произошло в Нюрнберге Раньше ответственность какая была? Материальная Она выражалась отторгливая часть территории государства Репарации Репарации и так далее Контримуция А вот наказание лиц виновных в совершении преступлений Это был, по сути дела, первый и очень важный этап в развитии человечества Очень поучительный Очень наседательный Помни, что если ты планируешь агрессию Ты можешь быть подвергнут уголовному наказанию Теперь, что еще важно подчеркнуть Это ведь судили за то, что было совершены преступления, которые признавались таковыми и до Второй мировой войны Потому что законы о правилах ведения войны, вот эти Женевские конвенции Они были и до 1929 года Все, что там было написано, гитлеровская Германия нарушала И ведь перед Второй мировой войной в бою тоже попытки ограничить войну Конвенция об определении агрессии Которая, кстати, выработана в 1933 году по инициативе Советского Союза Она была тоже нарушена И надо отметить, что, ну вот, в литературе так пишут Черчилль считал, что надо Гитлера захватить и расстрелять Якобы с нашей стороны была инициатива Если это так, это очень разумно Судить, чтобы все видели И вот появились преступления против мира Против человечности И военные преступления И это вошло Составной части, дало толчок Для развития международной практики Международного права, что исключительно важно Токийский трибунал Повторение Создание вот уже после Второй мировой войны Тоже уже теперь Международного уголовного суда Это вот явилось, а, с одной стороны Наказанием тех, кто был осужден Предупреждение тем, кто будет это совершать Имейте в виду, как может это коньться И третье, развитие цивилизации Отношения между человечеством Что вот это, такие нормы Являются преступлениями И это способствует поддержанию Наказуемо И предотвращению вооруженных конфликтов Агрессии Вот Олег Николаевич упомянул Женевские конвенции И в самом деле Мы должны сказать О Гаагских и Женевских конвенциях О военно-пленных Которые являются Одними из столпов Международного гуманитарного права В июле 1929 года В Женеве на конференции 47 государств Было достигнуто соглашение О содержании военно-пленных Конвенция Конвенция 29 года Запретила репрессии В отношении пленных И утвердила их право На уважение личности И чести Как показал опыт Второй мировой войны В этой конвенции Не хватало многих пунктов И в 49-м Было принято новое соглашение В нем уточнялось Право на человечные обращения Имеют абсолютно все пленные Независимо от расы Цвета кожи Религии И происхождение Советский Союз В годы Второй мировой войны Придерживался собственных Законов о военно-пленных И присоединился К Женевской конвенции Только в 54-м А когда вообще Появляется международное Гуманитарное право Это вот феномен 20-го века Массового общества На протяжении всей истории Война велась так Как кто хотел Захват пленных Рабов Крепостных И так далее Ограничения Иногда появлялись В национальных Законодательных актах Вот в России были В Китае были Международно-правовых норм Которые устанавливали Правила ведения войны До середины 19-го века Не было В 19-м веке В середине Была битва Под Сальферином Между англицами Французами И австрийцами Кровавая битва И один из Швейцарцев Анри Дюнан И его имя надо чтить Был свидетелем Который написал Книгу воспоминаний О Сальферина Где показал ужасы Он выступил за создание Международного комитета Красного Креста Это швейцарская организация Из 25 человек Затем Эта организация Получила поддержку Швейцарского правительства В 1864 году Была создана Первая международная конференция На которой была разработана Конвенция О защите раненых Во время вооруженного конфликта Сколько путней причем войны Ну в некоторых странах И вот у нас в частности Мы тоже говорили Что у нас во время Крымской войны Была крестовоздвиженская община Сестер Милосердия Которая тоже что-то выполняла Но создание норм Мы конечно обязаны тому Что была инициатива Швейцарского комитета Что касается Гахских конвенций О правил введения Сухопутной войны То здесь роль важная России Ведь недаром Фактически Один из первых документов После конвенции 1864 года Была декларация О запрете разрывных пуль Сначала как декларация Даже не как конвенция А как декларация Многие страны Россия не инициатор Бисмарк Который созывал эту конференцию Родилась эта декларация Все понимали Что запрещенное оружие Нужно ставить под некий контроль И запрет Мы вот здесь упомянули Гаагские конференции мира 1899 и 1907 года И особую роль России В их созыве И здесь мы конечно Не можем не сказать О русском юристе Федоре Федоровиче Мартенсе В конце 19 века В Южной Америке В долине реки Секибо Нашли залежи золота И алмазов Но кому они будут принадлежать? Англии Которая колонизировала регион Или Венесуэля Из-за богатой территории Начался спор В дело вмешались Соединенные Штаты Но державы так и не смогли Разрешить конфликт самостоятельно И тогда было решено Учредить международный Тритейский суд Председателем которого Единогласно выбрали Федора Мартенса Известного юриста из России К тому времени Федор Федорович Мартенс Уже снискал славу Главного судьи Христианского мира И европейские государства Не раз обращались к нему За помощью В решении спорных вопросов Еще до начала процесса По делу Англии и Венесуэлы Мартенс составил Четкий регламент судопроизводства И предложил коллегам Строго его соблюдать Предложение было принято Появление единой нормы Сильно облегчило работу судей Они провели 54 заседания по делу И 3 октября 1899 года В Париже Был объявлен вердикт 90% спорной территории Отходят Англии 10% в Венесуэле Как раз те Где находились алмазные россыпи Впоследствии правила По которым Мартенс Предложил проводить суд Были закреплены на международной конференции В Гааге Как норма международного права Гаагская конференция мира Была созвана в 1899 году По инициативе России На ней обсуждались Правила ведения сухопутных войн В одной из статей будущего договора Говорилось, что не только оккупанты Обязаны по-человечески Обращаться с населением Но и правительства оккупированных территорий Должны соблюдать нормы При борьбе с захватчиками Это вызвало горячий протест делегата от Бельгии Он считал, что маленькие страны Постоянно находятся под угрозой оккупации И поэтому им должно быть предоставлено право Бороться с оккупантами любыми средствами Несогласие одного из делегатов Ставило под угрозу всю конвенцию И тогда, как выразился знаменитый юрист Пикта Гений Мартенса нашел решение До поздней ночи Федор Федорович Просидел над документами А утром предложил преамбулу к договору Ее общий смысл был таков Если какие-то нормы не прописаны В Гагской конвенции То надо руководствоваться Ее общим духом и принципами гуманизма Принятыми у цивилизованных народов Она была направлена против известного постулата Разрешено все, что не запрещено Преамбула стала известна как оговорка Мартенса И с тех пор содержится почти во всех документах Касающихся международного гуманитарного права Вряд ли найдется другой юрист Который предотвратил столько международных конфликтов За талант арбитра Мартенса называли Лордом-канцлером Европы Россия и европейские страны Присуждали ему свои высшие награды Трудно поверить Но свой жизненный путь Федор Мартенс Начинал в маленьком городке в Лифляндии На краю Российской империи Он не знал, кто были его родители Воспитывался у родственников Не получил никакого наследства Но уже в девятилетнем возрасте Проявил такие способности Что местный священник добился того Чтобы Мартенс поехал учиться в Петербург Где и нашел применение его выдающийся талант Сердце Мартенса остановилось 7 июня 1909 года А как бы пригодился его опыт и знания Спустя пять лет, когда историю миролюбивой человечной Европы Прервала мировая война Знаете, я хочу тут взять одну цитату из Мартенса Современный порядок, очевидно, не может иметь верховным принципом Суверенную независимость каждого отдельного государства Международное право, оно по сути своей противоположно суверенитету? Ограничивает суверенитет? Что такое внутреннее право? Что такое правительство? Она издает нормы, правила поведения Контролирует их выполнение и наказывает В международном праве таких органов нет Их создают государства сами На конференциях создаются так называемые Многосторонние договоры Конвенционные нормы есть такой термин Сейчас на сегодняшний день порядка 500 многосторонних пактов о правах человека Вот устав ООН, это как раз база Его создали с учетом печального опыта Второй мировой войны Создатели этого устава СССР, США, Великобритания Внесли целый ряд важных положений И вот на базе этого устава Послевоенное международное право бурно развивалось Один из генеральных секретарей ООН Коэль Яр заявил Что за время ООН было сделано для развития международного права больше, чем за всю историю человечества Права человека Вот когда-то они были только сугубо внутренним делом И вмешиваться нельзя было другим державам Ну кроме борьбы против работорговли В середине 19 века Ныне, хотя права человека регламентируются внутренним правом Но есть порядка 60-70 международных договоров Которые устанавливают стандарты обращения с населением Кто следит за применением международного права? Где та инстанция? Александр Григорьевич Взаимодействие норм международного права И внутригосударственного права Это одна из проблем Проблема проблем Государство Это вот понимаете Это вот сравнить можно, я не знаю Некое образование Оно не имеет ни рук, ни ног Оно внутри у себя имеет органы Которые должны свою деятельность соизмерять с нормами международного права Тут возникает сразу проблема самоисполнимости международных договоров и так далее Над национальной конструкцией для исполнения, насколько мне известно Кроме Европейского Союза, который пытается сейчас нечто сделать Новое интеграционное образование По большому счету нет То есть получается, что международное право, собственно, это как та унтер-офицерская вдова Которая сама себя высекла Государства сами себе положили некие ограничения в виде международного права И сами же следят за его исполнением, которое может ограничить их суверенитет Так? Суверенитет Это высшая верховная власть в пределах территории государства Только она высшая И независимость во внешних делах Так тенденция такова Еще даже в Советском Союзе, начиная с 61-го года Появились нормы, основы гражданского законодательства В случае расхождения Между нормой договора, в котором участвует СССР И нормой внутреннего права Приоритет имеет норма международного договора И это очень важно Говоря о международной правовой системе, мы должны сказать и о голландской столице Которая со времен гаагских конвенций, рубежа 19-го и 20-го веков, является по совместительству и юридической столицей мира В 20-м веке гаага стала столицей международного правосудия Желая внести свою лепту в укрепление мировой стабильности Американский промышленник Эндрю Карнеги построил здесь дворец мира В 1913 году здание было закончено и в нем разместилась постоянная палата третейского суда Организация, решающая международные споры В 1946-м у палаты появился сосед Международный суд ООН Сегодня, помимо кабинетов и залов для заседаний, во дворце мира располагается библиотека и музей Там же в Гааге находится и штаб-квартира Европола, там же и Международный трибунал по бывшей Югославии Вот вопрос по трибуналам Трибунал по Руанде, трибунал по Югославии Это прямые наследники Нюрнбергского процесса? Да, Нюрнбергский трибунал подтолкнул создание трибуналов для привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении определенных преступлений Ну, Токийский трибунал, мы знаем, судил военных преступников японских Дальше, в 1999 году был выработан Международный уголовный трибунал Где записано в его, так сказать, документе, что он рассматривает военные преступления, совершенные и так далее Римский статут Да, римский статут, который, значит, был выработан и который уже вступил в силу и действует Потому что уже порядка 50-60 человек, совершивших военные преступления, например, в Судане Направлены, переданы для привлечения к ответственности С точки зрения трибунала, о котором вы говорите, трибунал, побывший в Югославии, явился первым после Нюрнбергского и Токийского суда Таким международным судебным учреждением уголовной юрисдикции Но здесь нужно совершенно правильно еще, мне кажется, один акцент расставить Что дал новый, по крайней мере, Югославский трибунал? Элементы состава преступлений он дал, которые положили основу Римскому статуту Международного уголовного суда Нормально работающий механизм от начала до конца, по большому счету Надо вот эти трибуналы рассматривать очень трезво Перед войной конвенции о борьбе с терроризмом не ратифицировали После войны до 92-го года тоже ничего почти не выработали Процесс сложный, острый политический И право перемешиваться с политикой Да, эти все процессы имеют недостатки Поэтому, например, мы до сих пор не стали участниками Международного уголовного суда Но как тенденция, как процесс, это безусловно На это надо смотреть позитивно А вот вы сказали, мы не присоединились к Международному уголовному суду Смотрите, ни американцы, ни Россия, ни Китай Основные игроки Почему они не присоединяются? По неприятным причинам связывают руки Опасно Поэтому крупные державы, они 20 раз думают А как это выйдет, как для них это повернется Американцы, фактически, они сейчас самый такой большой, грубый суверен в современном мире Могут позволить себе суверенитет Но эта терминология путает Самая бочная держава Которая многое может себе позволить Даже ограничивая международным правом Американцы же, они никому не позволяют экстрадировать Они со всеми сделали двусторонние договоры Что у американского гражданина невозможно выслать Категорически не согласен с вами США, пожалуй, может быть на сегодняшний момент единственным Которым на законодательном уровне и на уровне судебной практики Не запрещена экстрадиция собственных граждан Исходя из соответствующих норм в конституциях Указано, что США осуществляют эту функцию Исключительно на основе принципа взаимности Что это означает? К примеру, Российская Федерация просит выдать гражданина США Для уголовного преследования в Россию Принцип взаимности должен быть объявлен Чтобы мы взаимно обязуемся выдать Так извините меня, любой начинающий правоприменитель США Или судья федеральной США Получив этот запрос Скажет, ваше обязательство обеспечить взаимность Противоречит вашей конституции А вы, уважаемый запрашивающий стороной Генеральный прокурор Российской Федерации Не можете нарушить конституцию Ибо в Российской Конституции Написано, выдача собственных граждан Запрещена и в уголовном законе На основании этого американцы де-факто не выдают Да юры, пожалуйста Вот мы заговорили об экстрадиции И она ведь в самом деле является Одной из самых древних коллизий международного права Этот вопрос стоял и в Древней Греции И в Древнем Риме И в Средние века С особой остротой В эпоху индустриализации Транспортной революции А сейчас, в эпоху глобализации Экстрадиция поистине не знает границ Осенью 1998 года Аугусто Пиночет лег на операцию В одну из частных клиник Лондона Бывшему чилийскому диктатору Было уже за 80 Он вряд ли предполагал, что возмездие За прошлые деяния настигнет его Но Испания потребовала экстрадиции Пиночета Возможно ли это, предстояло решить Англии Ведь выдача преступников Право, но не обязанность государства Экстрадиция с давних времен Была одним из важнейших механизмов Международных отношений Еще в 1296 году до нашей эры Египетский фараон Рамсес II Заключил с царем Хетов Хетушилим III договор В котором говорилось Если кто-либо убежит из Египта И уйдет в страну Хетов То царь Хетов не будет его задерживать Но вернет в страну Рамсеса Отказ выдать преступников в древнем мире Нередко приводил к войнам И имел трагические последствия Август Пиночет был взят под стражу в Лондоне 16 октября 1998 года Ордер на арест бывшего диктатора Подписал испанский судья-дознаватель Балтасар Гарсон Поводом стали иски испанских граждан Жертв режима Пиночета и их родственников Дело диктатора состояло из 366 страниц В нем содержались данные Почти по сотне случаев убийств и пыток Испанцев в Чили Палата лордов Высшая судебная инстанция Соединенного Королевства Признала арест правомерным Долгие века выдача преступников Была делом единичным И основывалась на воле правителей И внутри государственных документов В конце 18-го начале 19-го веков Ситуация резко изменилась В этот период было подписано Множество международных соглашений О выдаче преступников Инициатором большинства Выступила Франция Это ей мир обязан многими существующими ныне Принципами экстрадиции Впервые о невыдаче политических преступников Упоминалось в трактате между Францией и Швейцарией В 1831 году Предоставление политического убежища Стало нормой для большинства европейских стран Однако это не помешало конфедерации В 1872 году Выдать России революционера Сергея Нечаева Вина которого, правда, была отягощена убийством Англия строго придерживалась принципа Не выдавать политических преступников Отказом ответила и на требования Правительства Николая Первого Передать России декабриста Николая Тургенева Которому на родине грозила смертная казнь Слава Англии, как самого безопасного политического убежища Европы Пошатнулась в тот день, когда арестовали Аугусто Пиночета Впрочем, похоже, сам бывший диктатор Нисколько не сомневался в благополучном для него исходе дела Генерал заявил тогда С помощью Всевышнего я вернусь домой в Чили Где надеюсь закончить свои дни в мире и спокойствии Граждане моей страны пришли к согласию по поводу прошлого И только они могут быть моими истинными судьями Не надо открывать старые раны Европейская конвенция об экстрадиции была принята в Париже 13 декабря 1957 года В 1999-м ее ратифицировала и Россия Правда, с оговорками, которые запрещают выдачу российских граждан иностранным государством Этот международный документ содержит немало гарантий защиты прав выдаваемого лица К примеру, в выдаче может быть отказано, если на родине человеку грозят пытки или смертная казнь Кроме того, экстрадиция не осуществляется, если истек срок давности преступления 24 марта 1999 года Палата Лордов вынесла окончательный вердикт Пиночет не должен нести ответственности за преступления, совершенные им до 1988 года Это постановление позволило исключить до 27 обвинений, на основе которых Испания добивалась выдачи бывшего диктатора В экстрадиции было отказано В марте 2000 года Пиночету позволили вернуться в Чили Только закончить свои дни в спокойствии ему было не суждено На родине его обвинили в похищениях людей, пытках, убийствах и наркоторговле Ему, уже немощному старику, удавалось отделаться домашними арестами Пятый из которых стал последним 10 декабря 2006-го Аугусто Пиночет умер от инфаркта Ему был 91 год В связи с вот этим делом Пиночета Как вы видите эволюцию международного права в 21 веке? Станет ли он веком международного права? Ну если говорить об экстрадиции Нормальное слово, пошедшее в русский язык То это обычная нормальная процедура Когда совершивший преступление человек в одной стране оказался на территории другой Держава, где он совершил преступление, требует его выдачи Если есть двусторонний договор, вообще вопроса нет Если нет, то решает определенную процедуру судебную И я бы не стал преувеличивать значение всей этой проблемы Другое дело, своих граждан обычно не выдают Вот у нас дело Лугового, англичане Требуют выдать Лугового, он гражданин нашей страны И он не подлежит по нашей конституции выдачи И поэтому только можно удивляться Как это англичане увязывают развитие политических отношений С тем, нарушим ли мы нашу конституцию или нет Это ненормально А вот насчет угасания перспектив международного права Значит у нас как-то тут наши политологи Особенно после там, когда Косово произошли события Международное право угасает Это абсолютно неграмотное, неправильное представление Международное право было, оно возникло, как только появились государства Как только они начали осуществлять внешние отношения Нужны какие-то правила, которые запрещают решать споры вооруженным путем А требуют мирным путем переговоры, арбитраж, судебные Вот что должно развиваться И будут развиваться Но объективные факторы Экономическое развитие, политическое развитие Потрясения, которые происходят Революции, войны Они подталкивают человечество создавать такие нормы Если международное право не будет развиваться Не будет совершенствоваться И если люди не научатся решать с помощью международного права Или вернее не будут его соблюдать Их ждет кровавая перспектива Я убежден, что объективные факторы заставят человечество Совершенствовать, соблюдать все больше и больше международного права Даже правоохранительные органы явно нуждаются В этом расширении международного сотрудничества А без того, пока государство не усовершенствует Не создают правовые рамки Вот такого широкого развития и поступательного движения невозможно Ну, на этой оптимистической ноте Позвольте мне закончить нашу беседу И поблагодарить наших гостей Олега Николаевича Хлистова Профессора Дипакадемии МИД И вице-президента Российской Ассоциации Международного Права И профессора Университета МГИМО Александра Григорьевича Валиводза Спасибо, что были с нами Спасибо Спасибо вам, уважаемые коллеги В заключение скажу, что сейчас есть такая нехорошая мода Ругать международное право Ругать организацию объединенных наций Какая она медлительная, неэффективная Все тормозит право вето Но я, пробыв этот час в компании юристов Высококвалифицированных международных юристов Понял для себя важную вещь Международное право, оно очень медленно Накопительно Прецедентно Оно копает под землей, подобно гегелевскому кроту Но все равно, рано или поздно, это выходит на поверхность И я верю, что в 21 веке Мы придем к миру, который преодолеет эгоизм национальных государств И придет к верховенству справедливости К более лучшему, гуманному и равноправному миру Это была программа «Власть факта» Спасибо, что были с нами сегодня вечером Увидимся на телеканале «Культура» ровно через неделю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!